Начиная с этого занятия, будем рассматривать решение тригонометрических уравнений. Что это вообще такое? Например, рассмотрим такое простейшее тригонометрическое равенство, что cos x равен 1,2. То есть, здесь нужно найти все значения x, при которых cos равен 1,2. Когда это будет? Посмотрим на единичную окружность. Вот это вот ось косинусов. На ней отметим точку 1,2. И видим, что этот уровень 1,2 образуется при углах π на 3 и минус π на 3. Значит, одни из корней этого уравнения это плюс-минус π на 3. Но все ли это корни? Давайте посмотрим. Например, если мы от этой точки π на 3 сделаем один полный оборот против часовой стрелки, то получим другой угол π на 3 плюс 2π. А если сделаем оборот по часовой стрелке, то получим угол π на 3 минус 2π. И то же самое и для этой точки. Для этого угла. Минус π на 3. То есть, мы получаем еще два вот таких вот корня. Плюс-минус π на 3 плюс 2π и минус 2π. И как вы уже догадались, в общем случае таких оборотов может быть сколько угодно. Поэтому будут корни и 2π, и 4π, и 6π, и 8π и так далее. Все эти корни можно записать вот таким вот образом. Что это х плюс-минус π на 3 плюс 2πn. Где n это целое число. n может быть 0, может быть 1, может быть минус 1, может быть 10, минус 10, минус 100 и так далее. Любое целое число. И вот мы с вами получили, что вот для такого простейшего тригонометрического уравнения получаются вот такие вот корни. А теперь давайте обобщим этот случай. И рассматриваем вот такое тригонометрическое уравнение. Косинус х равен а. То есть, а это любое число, при котором косинус х существует. То есть, это диапазон от минус 1 до 1. Вот он. Это минус 1, а это 1 по оси х. В этом диапазоне берем любую а. И мы должны найти все х, при которых косинус х равен а. Смотрите. Если а у нас будет равна 1, 2, то вот этот угол π на 3 есть не что иное, как арк косинус от 1, 2. Это будет равно π на 3. Вот. Это записывается вот так вот. Арк косинус от 1, 2 это π на 3. А вот этот вот угол, минус π на 3, это будет минус арк косинус от 1, 2 и будет минус π на 3. Дело в том, что арк косинус дает углы только для вот этой вот верхней полуокружности. Поэтому, чтобы взять вот еще и вот эту вот точку, при которых косинус тоже 1, 2, мы вынуждены записать минус арк косинус от 1, 2. И будем получать угол минус π на 3. Какой вывод отсюда следует? А вывод такой, что для любой произвольной точки А мы имеем два угла. Первый это будет арк косинус А. Это вот этот вот угол α. Вот он, арк косинус А. И второй угол, вот этот вот, который будет равен минус от арк косинус А. И это справедливо для любого значения А. И тогда все множество возможных углов, при которых косинус Х равен А, можно записать вот таким вот образом. Мы берем вот эту вот формулу и вместо плюс-минус π на 3 пишем плюс-минус от арк косинус А. И это будет общим решением для вот такого вот тригонометрического равенства. То есть, подставляя вместо А любое числовое значение с диапазона от минус 1 до 1, мы автоматически будем получать решение вот такого вот тригонометрического уравнения. Например, пусть А равен корень из 3 на 2. Тогда мы запишем решение как плюс-минус арк косинус корень из 3 на 2 плюс 2πn. А мы знаем, что арк косинус от корень из 3 на 2 это π на 6. И тогда окончательно получаем вот такое вот решение. Вот так быстро и просто мы можем решать вот такие тригонометрические уравнения. Обратите внимание, если А, например, равна 1 треть, то получаем решение плюс-минус арк косинус от 1 треть. И так как арк косинус от 1 треть это не табличное значение, то в ответ записываем решение именно вот в таком виде. И, наконец, если наше числовое значение А не принадлежит диапазону от минус 1 до 1, то мы пишем, что тригонометрическое уравнение не имеет решений. Теперь раз мы тригонометрическое уравнение с синусом. И пусть у нас синус х равен корень из 2 на 2. То есть, нужно найти все х, при которых синус равен корень из 2 на 2. Опять же, посмотрим на единичную окружность. На оси синусов, вот на этой, отложен уровень корень из 2 на 2. И ему соответствуют два угла. Пин 4 и 3 пин 4. То есть, при х пин 4 и 3 пин 4 мы получаем вот такое вот решение. Корень из 2 на 2. Но так же, как и в предыдущем случае, для этих углов пин 4 и 3 на пин 4, у нас получится вот такое множество углов. То есть, плюс-минус 2пи, плюс-минус 4пи и так далее. И то же самое для второй точки, 3 пин 4. Это будет 3 пин 4 плюс-минус 2пи, плюс-минус 4пи. Поэтому, в общем случае, мы получаем такое множество решений. То есть, вот это вот частное уравнение синуса х корень из 2 на 2 имеет вот такое вот решение. Теперь давайте его обобщим. Смотрите, вот для этого значения синуса корень из 2 на 2 угол пина 4 был получен так. Мы двигались от этого уровня к углу на единичной окружности. Но это есть не что иное, как арк синус от корень из 2 на 2 равный пина 4. А вторая точка может быть получена так. 3 пина 4 это есть не что иное, как пи минус пина 4. То есть, мы от пи, вот от этого угла пи, вычитаем вот этот вот угол пина 4 и получаем 3 пина 4. То есть, это будет пи минус пина 4. Но пина 4 это арк синус от корень из 2 на 2. Поэтому мы можем записать этот угол как пи минус арк синус от корень из 2 на 2. Зачем мы это сделали? Мы это сделали вот для чего. Теперь мы можем записать решение через один и тот же арк синус от корень из 2 на 2. То есть, первое множество решений будет арк синус от корень из 2 на 2 плюс 2 пи n. А второе множество это будет пи минус арк синус от корень из 2 на 2 плюс 2 пика. То есть, и здесь арк синус от корень из 2 на 2, и здесь арк синус от корень из 2 на 2. И эти два решения можно записать в виде одного. Вот таким вот образом. И в этом легко убедиться. Например, если мы возьмем n четное, то здесь будет единица, а здесь будет 2πn, 4πn, 6πn и так далее. То есть получим вот это первое множество решений. А если n будет нечетное, то здесь у нас получится минус 1, а здесь будет 3π, 5π, 7π и так далее. То есть здесь будет нечетное π. Например, если n равна 3, то получится здесь у нас будет минус 1 плюс 3π. Теперь мы от этого 3π возьмем 1π и поставим в начало. 2π останется в конце, а здесь будет минус арксинус от коренья 2 на 2. То есть как раз соответствует одному из решений, вот из этого множества. А все решения получатся при нечетных n. И в общем случае для тригонометрического уравнения синус х равное a, мы можем записать множество решений как минус 1 в степени n арксинус от a плюс πn. И теперь подставляя вместо a любое число из диапазона от минус 1 до 1, мы будем автоматически получать нужные решения. Ну или записывать их вот в таком вот виде. Это и это будет одно и то же. Рассмотрим пример. Пусть a равно коренью с 3 на 2. Тогда получим уравнение синус х коренью с 3 на 2. И подставляя вот вместо этого арксинус а арксинус от коренью с 3 на 2, получим общее решение. Минус 1 в степени n, π на 3 плюс πn. Вот так вот, используя это общее решение, мы смогли вычислить все х, при которых синус х равен коренью с 3 на 2. И второй пример. Пусть a равен коренью с 3 на 3. Тогда у нас получится уравнение синус х коренью с 3 на 3. И так как арксинус от коренью с 3 на 3 это не табличное значение, то решение остается вот в таком виде. Итак, по итогам этого занятия вы должны знать, что решением вот такого тригонометрического уравнения будет х плюс минус арксинус а плюс 2πn. А для синуса вот такое, х равняется минус 1 в степени n арксинус а плюс πn. И здесь нужно помнить два тонких момента, что арксинус от минус а это π минус арксинус а, а арксинус от минус а это минус арксинус а. Почему мы должны это помнить, когда решаем вот эти вот тригонометрические уравнения? Например, пусть косинус х равняется минус 1 в 2. Тогда решение у нас будет такое. Арксинус от минус 1 в 2. Берем вот это вот равенство. Это все равно, что π минус арксинус от 1 в 2. И у нас получается вот такое вот решение, что это х плюс минус π минус π на 3 плюс 2πn или плюс минус 2π на 3 плюс 2πn. И то же самое с синусом. Для уравнения синус х равное минус 1 в 2 мы получаем такое решение. х минус 1 в степени n арксинус от минус 1 в 2. Это будет все равно, что минус арксинус от 1 в 2. И все это равняется минус 1 в степени n минус π на 6 плюс πn. Итак, если все это понятно, то для закрепления материала свостоятельно решите следующее уравнение. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок